Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья и гости нашего канала. Кабачок один из самых первых овощей, которые попадают на наш стол в июне месяце с нашей дачи. И я хочу рассказать несколько самых простых и полезных советов, как можно уберечь кабачки от пустоцвета и гниения. Как это сделать? Итак, друзья, первое. Кабачок это солнцелюбивое растение. Все мы это знаем. Он сажается на солнце. Если кабачок посадить в тени, то урожайность уменьшается примерно в два раза. Но мало кто знает, что воздух должен циркулировать свободно по всему кусту. Поэтому, когда кабачок сформирован, уже он растет кустом, делается обязательно обрезка нижних листьев, или, как я называю, стрижка. Поэтому беру секатор и обрезаю нижние листья кабачка, которые лежат на земле. Этот процесс стимулирует нарастание молодой завязи в большом количестве. Это первое. Второе. Очень большую роль играет правильный полив, вот когда уже кабачок взрослый. Когда кабачок был маленький, поливали часто, чтобы наросла зеленая масса. Теперь уже все это есть. Теперь нужно сформировать плоды, завязь, и чтобы плоды эти выросли в большом количестве. Теперь поливы нужно уменьшить, друзья. Кабачок это не огурец, он не поливается каждый день. Достаточно будет для лета один раз в неделю поливать кабачки. Но поливать обильно. Примерно ведро на один кустик кабачков. Третье. Самое главное. Сейчас, когда уже кабачок начинает плодоносить, завязывается, первые плоды, нужна подкормка. Какая подкормка? Я никогда не пользуюсь подкормкой из торговой сети. Лучше всего подойдет подкормка из древесной золы. В древесной золе нет азота. Азот сейчас не нужен, кустик уже нарос. А вот калия, фосфора и других микроэлементов там очень много. Несколько горсток золы. И перед тем, как поливать кабачок, ложу в луночку и поливаю. Примерно это делаю один раз в три недели. Этого будет достаточно для того, чтобы кабачок хорошо плодоносил. А что делать, если нет древесной золы под рукой? Тогда можно воспользоваться, друзья, борной кислотой. 5 грамм. Борной кислоты 5 грамм. Нужно развести в теплой воде. И всю эту жидкость вылить в ведро, в 10-литровое, с водой. И этой водой опрыскивать лист. Утром или вечером. Один раз в 10 дней. Сделать это нужно 2 раза. Очень часто в начале сезона, когда он начинает плодоносить, это где-то июнь, конец июня, начало июля, начинается загнивание плодов. Что тогда? Нужно взять 10 мл йода и развести в 10 л воды. И полить этим раствором кабачки. Дело в том, что гниение кабачков начинается из-за того, что почвы не хватает йода. Все мы знаем крапиву. Она есть практически на каждой даче. И вот та земля, на которой растет крапива, это просто кладезь витаминов, микроэлементов. То есть это не просто земля, а земля удобрения. Поэтому землю из-под крапивы я беру и посыпаю луночки, присыпаю корни. Это является для корней не только присыпкой, но и хорошим удобрением. Друзья, вкусных кабачков и хорошего урожая. Не забудьте подписаться на наш канал. Встретимся в следующем видео.